Под небом голубым жильцы одного из домов на Красном Перекопе в буквальном смысле остались без крыши над головой. В аварийном жилище сегодня побывал Евгений Полковников. Живешь и не знаешь, спишь и думаешь, вдруг опять что рухнет. Тамара Усанова инвалид второй группы. Ей повезло, будь она дома, когда рухнула его крыша, могла бы не успеть выйти наружу. Крыша обрушилась внезапно, причем в полдень. Это тоже везение. Не случись катастрофа ночью, пенсионерку мог бы хватить инфаркт. А днем она была на улице, говорила с соседкой. Вдруг я слышу грохот такой. Я не могу понять. Но я поняла сразу, что это крыша, наверное. Но меня, правда, со мной плохо сделалось сразу. Меня затряшло. Я и так, нервы так. Сейчас подожди. Я побежала и смотрю, крыша вся упала. И все, меня уже отпаивали кровололом. Дом 57 на улице 8 марта на три семьи. Вот в этой половине живет девушка с ребенком. Когда крыша рухнула, она была дома, но забрала сына и уехала. Меньше всего пострадала средняя часть строения. Однако балку сейчас держит шифонер. Она тоже просела вниз. Балка висит на шифонере. Двери уже не открываются. Пришлось выламывать дверь. Если бы шифонера не было, рухнуло бы все. В той части дома, где рухнула крыша, сейчас нет никого. Но там тоже прописана семья, рассказывают пострадавшие. Хозяин этой квартиры неизвестно где. Его 10 или 12 лет, мы его нигде уже не знаем. Где его разыскивают? Мы не знаем, где он находится. Ни ремонта, ничего. Постоянно живет в доме лишь семья Ирины Дятловой. Она медсестра перинатального центра. Кроме ее и ее мамы здесь живут две дочери Ирины. Мужчины в доме нет. Накрыть крышу пленкой от дождя помог сосед. Дому, по словам жильцов, лет сто не меньше. Его в свое время привезли в Ярославль из Даниловского района. Восстанавливать дом, так как он частный, жильцы должны за свой счет. Я вдова, у меня мужа нет, двое детей. Работаю медиком. Какая зарплата у медика? Восстанавливать не на что. Все, не знаю. Как могу восстанавливать его? Надо или занимать, или кредит брать. Ирине посоветовали сделать план дома после обрушения крыши и встать в очередь на расселение ветхого и аварийного жилья. Но жить пока придется в полуразвалившемся строении. Евгений Полковников, Василий Мосин, городской телеканал.